Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили школы Ульяновской области. Особое внимание, безопасность и комфорт у детей смотрели также на организацию питания, состояние спортзалов и кабинетов. Например, в Ульяновской школе номер 51 серьезных нарушений выявлено не было. Из незначительных трещин на потолке, неровно постеленный линолеум и дырка в заборе. В целом же школа в удовлетворительном состоянии. Турникеты, система пожарной сигнализации, видеонаблюдение – все работает исправно. Запасные выходы открываются с легкостью. Родители приводят к нам детей и они отдают нам в руки своих детей. Поэтому это наша работа, наша обязанность, гражданский наш долг, чтобы наши дети чувствовали себя в школе в безопасных условиях. Поэтому организованы также у нас и дежурства, дежурства администрации. Утром мы встречаем, стояем в дверях, мы встречаем каждого ребенка. То есть пройти кто-то посторонний сюда просто не может. Кроме 51-й школы под проверку попали Канадейская, в Николаевском районе Ульяновская школа номер 69, Индинская номер 1 и 17 в Димитровграде. Итоги проверки подвели на заседание регионального штаба ОНФ. Где-то в заборах отсутствовали какие-то пролеты, где-то отсутствовали ремонтные работы, где-то нет ремонта фасада, где-то в туалетах не хватает перегородок, в туалетах у мальчиках и девочек. Где-то есть такие моменты, которые можно решить внутренними возможностями школ. Все выявленные нарушения были направлены в Министерство образования и науки региона с просьбой рассмотреть недочеты и принять меры. Ведомство уже приступило к устранению проблем, отчитались специалисты.